Итак, приветствую с моими друзьями и гостями канала, всем огромнейший привет и сегодня я покажу, что же такое у нас село Бестужевка Многие спрашивают, потому что появляются здесь хорошие варианты покупки домов, появляется у нас та или иная недвижимость Но я сразу говорю, мы съехали с вами с основного, так скажем, направления, где хорошая дорога, но показать какие интересные домики здесь есть Видите, да, как крыша сделана? Ну да ладно, давайте мы с вами развернемся и посмотрим, что же такого хорошего или плохого Потому что вчера я для вас снимал домики в районе, который называется Сергей Поля, именно поселок Васильевка, а сегодня Бестужевки В принципе, концепция одинаковая. Что значит концепция одинаковая? Это то, что можно приобрести относительно недорогое жилье в плане своего собственного дома Можно подниматься наверх, вот направо, но мы туда с вами не поедем, потому что там в принципе уже ничего такого хорошего нет Стартуем мы с того места, где я сегодня презентовал для вас дома, которые у нас построены и дома, которые на данном этапе строятся Здесь вы увидели автобусную остановку и что хорошего в этой автобусной остановке? То, что здесь останавливается автобус, который везет детей в 52-ю школу, это большой плюс Магазинчики здесь есть Конечно, кто-то скажет, Макс, ну это не совсем та дорога, это какая-то деревня Ребят, ну посмотрите, какие красивые домики здесь есть Вы, наверное, сейчас заметили плакат, точнее баннер синенький, да, где продается участок Позвоните для интереса, посмотрите, сколько стоит земля в данном районе Вы просто офигеете, потому что земля здесь поднялась очень сильно в цене, ценник просто скотский Ну по-другому я никак не могу сказать, ну реально скотский Теперь, что касается Бестужевка, да, где же она находится? Во-первых, на горе, во-вторых, если мы вниз спускаемся, мы с вами попадаем в район, который называется у нас район Гастелло Там, где у нас находится жилой комплекс Адлер, жилой комплекс Гастелло, там, где находится жилой комплекс Континент и так далее Но опять же, это офигеть, видели, как он прижался? Офигеть! Ну, конечно, если бы я был на КамАЗе, наверное, тоже так же ездил по беспределу Вот в этом месте, что хорошо, не слышно у нас самолетов Это экологически чистое место и по-настоящему место офигенное Только единственное, что здесь разъезжаться, ну, не самое лучшее, что есть Но в любом случае, я думаю, что это больше зависит от культуры Тем более, вы видите, большинство здесь автомобилей с неместными номерами Как бы, сами понимаете, например, даже когда я приехал, для меня сначала это был нонсенс Чтобы кому-то там уступить, чтобы там держаться как правильно Ну, что менталитет такой, Туорский был, колхозный Сейчас понятно, что все поменялось Главный плюс Бестужевки это то, что район полностью газифицирован Это огромный плюс Еще один плюс, что именно в этом районе самая чистая вода Ну, реально воду можно спокойно пить из-под крана Потому что, если, например, мы возьмем с вами в районе Мацесте Там присутствует сероводород и так далее Здесь, ну, реально вода классная Что касается по районам, по предпочтениям Да, придется вам как бы перемещаться в школу Вот по такой дороге, точнее, ваш ребенок будет ехать на автобусе на школьном Здесь школьный автобус ходит Либо вы будете возить его на автомобиле Конечно, серпантин многих отпугивает, многих пугает Ну, ребят, ну, Сочи он весь такой Если вам хочется приобрести участок или хочется приобрести дом С офигенным видом на море То вам в любом случае придется подниматься в гору Как ни крути И, например, вот я вот сейчас думаю Интересно, какой бы я дом выбрал бы в Сочи На ровной поверхности с видом соседа Или, например, бы на горе, но с видом на море И знаете что? Я бы, наверное, склонился ко второму Все-таки, когда ты живешь в Сочи Многие мои подписчики правильно говорят Надо почувствовать Нужно вид с окна подобающий Нужно, чтобы было много зелени и так далее И я думаю, что, думаю, что гора – это не проблема Тем более мы живем в 21 веке У всех есть автомобили Если у кого-то нет хорошего автомобиля Есть плохой автомобиль Например, вот iPhone X, да, стоит 90 тысяч Я могу сказать, что ВАЗ-2110 стоит 90 тысяч Nexia я покупал себе с кондиционером Nexia, Deo Nexia И она стоила 80 тысяч Поэтому транспорт любой из вас может себе позволить И это нормально, если, например, вы будете жить в своем доме И у вас будет транспорт Я могу сказать, что даже в Орске, когда жили До автобусной остановки приходилось там телепать Буквально там 700 метров Ну, немало приходилось Опять же, видите, делаются дороги Делаются хорошие сваи В общем, делаются отбойники В Сочи развивается Это супер, это классно Ну, реально хорошо С Бестужевки мы с вами спускаемся вниз Да, проехали мы с вами буквально 5 минут Если мы перейдем через гору с левой стороны То мы попадаем с вами в район, который называется у нас Молдовка Поэтому, например, Молдовка у нас ближе к аэропорту А вот за горой здесь получается вот именно Бестужевка Изначально Как бы я считал, что дом должен быть где-нибудь в центре Сочи Где-нибудь возле морского порта и так далее Когда я здесь пожил 3 года Я понимаю, что представления о доме очень сильно поменялись Все-таки, когда ты живешь в Сочи, именно не отдыхаешь, а живешь У тебя становятся другие приоритеты Тебе важно, чтобы была тишина и спокойствие Тебе важно, чтобы не было рядышком людей с этими ходящими кругами и тому подобное Понимаете? Вот, смотрите, в этом месте мы с вами доехали И вот здесь, сейчас я вам кое-что покажу Вот здесь начинается у нас ровная поверхность Самое печальное во всем этом Что если мы идем с вами направо То есть объездная дорога, которая ведет у нас через верх урозного городка Через улицу, которая называется Фермерская и так далее И мы с вами можем доехать спокойно до выезда урозного городка Потому что там пробок нет Но там придется ехать по горам, по косогорам Здесь же, видите, сделали асфальт Хорошая полноценная дорога И вот здесь мы попадаем с вами как раз в район, который называется Гастелло Вот здесь, с правой стороны, есть у нас долгострой, как всегда А вот с левой стороны, ребят, с левой стороны Мы проезжаем в хорошее место, где есть просто потрясающая рыбалка Но они так плохо работают Я как ни приезжаю, они постоянно заняты С левой стороны стоит у нас жилой комплекс, который называется Озерный За ним стоит жилой комплекс, который называется Озерный 2 Вот в этом месте есть у нас магнит, есть возможность покупать продукты по относительно низким ценам Ну и, конечно, здесь уже появляется у нас цивилизация, здесь появляется у нас многоквартирные дома Мы с вами до них ездили, ну буквально там 6 минут мы ехали не спеша Вы видите, что я скоростной режим не превышаю Еду со скоростью 40 км в час и просто вам пытаюсь рассказать, показать, что же из такого интересного есть Вот у меня автобусные остановки, соответственно, здесь скоро будет школа В общем, на автобусе до школы ехать не более 10 минут Ну и, соответственно, на машине, может быть, там ехать минут 8 Вот эта часть дороги никогда загружена не бывает Загруженная дорога появляется у нас после железнодорожного переезда Мы сейчас тоже с вами попробуем все это посмотреть В целом, кто выбирает именно этот район? Те люди, которым нужна ровная поверхность Те люди, кому не нужен вид на море, потому что на ровной поверхности априори Вид на море не бывает Проехали мы с вами один из домов культуры Ну и, соответственно, вот они появились, да, гастрономы, улица Дачная появилась Кстати, мы сейчас заедем с вами на улицу Дачная Потому что там есть жилой комплекс, который называется Гастелло Посмотрим, на какой стадии он сейчас у нас построился Ну так, для интереса, так чисто для себя посмотреть Потому что мне интересно, там застройщик надежный Застройщик железобетонной репутации Есть разрешение на строительство Давно я у них не был Ну-ка, давайте посмотрим, какие там цены Ну-ка, для интереса, секундочку Офигеть, он уже построился Посидеть ЖК над Гастелло Не тот ЖК Гастелло Цена 78 тысяч рублей за квадратный метр Срок сдачи четвертый квартал этого года В принципе, нормальное расположение Единственное, что многих будет раздражать Это у нас рядышком стоящие обычные дома Ну и вот если мы с вами посмотрим Давайте немножко заедем То можно здесь квартиру купить За 3 миллиона двести тридцать восемь квадратных метров Смотрите, уже даже фасад готов, да? Офигеть Как быстро строят Блин, нормально Я даже не ожидал, если честно Думал, сейчас увижу какие-то там полусарай Блин, молодцы В общем, я думаю, что этот жилой комплекс Быстрее сдастся, чем жилой комплекс Хадлер Сто процентов По локации, конечно, кто-то скажет Оставляет взять лучшего Верхние квартиры двухуровневые Тоже 78 тысяч рублей за квадратный метр Я считаю, ценник более чем адекватный На втором этаже можно купить квартиры По 84 тысячи рублей за квадратный метр В общем, здесь есть видовая сторона Которая с видом на море И есть невидовая сторона Все С этим понятно, да? Блин, нормально так В общем, если по жилому комплексу Гастелло Есть какие-то вопросы, задавайте Потому что застройщик реально хороший Реально молодец И я, конечно, там ни одну квартиру не продал Но не получилось Ну, бывает, что не заходит Но в целом строятся, конечно, не молодцы Строятся быстро И самое главное, что у них есть все разрешающие документы Но это не ФСЗ-214 Все, ребят, едем дальше Теперь мы с вами проезжаем мимо частного сектора Конечно, можно было и здесь приобрести, да, что-либо Но лично я бы не хотел иметь свой дом И рядышком, чтобы были такие многоквартирные дома Ну, смысл тогда в доме я не понимаю Я бы хотел, если дом себе покупать где-нибудь в коттеджном поселке Ну, реально, в коттеджном поселке вот можно было Ладно, ребят, давайте пройдемся с вами дальше Посмотрим, что здесь еще интересного есть Есть, конечно, старый фонд Он угнетающий Он печальный Ну, ребят Куда деваться Все-таки данный микрорайон застраивался именно для ПМЖ Потому что здесь много рабочих мест Начиная от железной дороги И заканчивая целую кучу складов Вот много, видите, камазов всевозможных Поэтому этот микрорайон застраивался именно так Если бы мы с вами повернули до этого налево То, соответственно, мы попали бы с вами на Чивярское озеро Там просто потрясающая рыбалка Пускай она не самая дешевая Но рыбалка просто супер, ребят Я вам рекомендую Именно кто хочет отдохнуть Кальян покурить и так далее Во Во-во-во-во Еще раз во Теперь следующий момент Извините, пожалуйста, что я одеваю очки Ну, реально, как бы Не потому что я там хочу наврать Или еще что-то Просто Просто тяжело Все хорошо освещается Кстати, если кто-то будет делать доставку Например, через компанию ПЭК и так далее Все Вся эта доставка, как раз где у нас был поворот Где железная дорога Именно сюда Здесь склады ПЭКовские Которые доставка сошли от всей России Вот свой товар будете забирать отсюда Если вы не закажете себе трансфер до квартиры Соответственно, здесь такая Как бы больше такая, как промзона Ну, но, 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 но У промзона есть свои плюсы и свои минусы Промзона, это значит, есть рабочие места А минусы, ну, как бы Наверное, хочется вокруг видеть пальмы Там еще что-нибудь Да и мне тоже самое хочется Но пока, видите, пока Пока не получается Теперь следующий момент Да, давайте покажу, что еще есть интересного С правой стороны мы сейчас будем Видеть жилой комплекс Адлер Который у нас построился Но пока не сдался Почему не сдался? Есть свои причины определенные Есть свои причины Потому что, во-первых, это перекупалось Это был долгострой В общем, сначала этот объект должен строиться Федеральный закон 214 Поэтому просто получили разрешение На строительство В общем, много каких-то моментов было Ну, я думаю, ведется в эксплуатацию Потому что застройщики строили надежные Единственное, что приходится ждать Немножко временные промежутки у нас сместились Ну, я думаю, не смертельно Вот здесь у нас уже появляются самолетики летящие И в данном жилом комплексе Квартира начинается Более-менее в высоких этажах По 97 тысяч рублей за квадрат метр Но я могу поспорить на что угодно С кем угодно После сдачи все равно ценник возрастет Я тоже в жилом комплексе Адлер Не продал ни одну квартиру, скажу честно Ну, не продал Ну, так получилось Не продал и все Потому что я сейчас в стройке Стараюсь продавать только те объекты Которые строятся именно по федеральным законам 214 Потому что, знаете, то единственное, какая есть прелесть в жизни Это поспать Хочу спать, чтобы мне снились хорошие сны А не снились объекты, которые когда-нибудь достроятся С левой стороны, кстати, мы проезжаем жилой комплекс Континент У Континента есть возможность купить на стадии стройки А есть возможность купить уже в готовом, сданном Сейчас я тоже вас ориентирую по цене Континент тоже не ФЗ-214 В общем, от 120 тысяч рублей за квадратный метр И если мы с вами будем смотреть квартиры 47 квадратов Которые более-менее можно назвать квартирами Ух, они уже есть с ремонтом по 167 тысяч рублей за квадратный метр Без ремонта 131 Разница в 37 Ну да, примерно у вас имеют на 15 тысяч Конечно, проще купить квартиру без ремонта И сделать тот ремонт, который вам нужен 26 квадратных метров будет стоить 134 тысяч рублей за квадратный метр Ну да, не дешево Ну, лично мне этот район не нравится Вот, например, Бестужевка Именно в качестве покупки своего дома Я еще готов рассмотреть А именно здесь Вот они, звук самолетов Именно в этом районе я бы не захотел бы жить